Здравствуйте, меня зовут Людмила Фролова. В эфире еженедельный выпуск новостей о самых ярких событиях и жизни Гайского округа за прошедшие 7 дней. Вы узнаете прямо сейчас. 7-летняя девочка упала с турника в Гайском парке культуры и отдыха, находясь на смене лагеря дневного пребывания. Перепуганные родители отвезли ребенка в Орск на МРТ. В итоге девочка госпитализирована в городскую больницу Гай с предварительным диагнозом компрессионный перелом позвоночника, сообщает МВД России по Гайскому городскому округу. Ее мама обратилась в полицию с требованием провести разбирательство. Полицейские Гайского городского округа организовали проверку по данному факту. Прокуратура подала в Гайский городской суд иск к городским паркам и скверам с требованием отремонтировать детскую площадку в сквере на улице Орской. В заявлении указаны следующие нарушения. Качели, карусель и деревянный турник с кольцами непригодны для безопасной эксплуатации. Дефекты на покрытие горки, а также игрового комплекса для лазания, качели на цепочках. Кроме того, на детской площадке отсутствует информационная табличка или доска, содержащая правила и возрастные требования при использовании оборудования. Номера телефонов службы спасения и скорой помощи. Номера телефонов для сообщения службы эксплуатации при неисправности и поломке оборудования. Иск принят к производству. На портале госзакупок завершен электронный аукцион на выполнение второго этапа благоустройства сквера по улице Коммунистической в Гае. Проект, который предусматривает появление на участке от улицы Ленина до улицы Молодежной, детской, игровой и тренажерной зон, стал победителем всероссийского голосования и будет воплощен в жизнь. Всего на реализацию второго этапа благоустройства заказчик, то есть отдел ЖКХ и КС, выделил 16 353 110 рублей. Победителем торгов стало общество с ограниченной ответственностью спецсервис. Этот подрядчик выполнял первый этап благоустройства, он же будет работать на объекте в 2023 году. Начальная цена в ходе торгов изменилась. Подрядчик выполнит весь объем за 16 271 344 рубля. Напомним, первый этап благоустройства сквера на участке от улицы Октябрьской до улицы Ленина был реализован в прошлом году. В сквере появились большие клумбы, скамьи, диван-качели, шахматные столы, установлены новые светильники, смонтирована система видеонаблюдения. Проложен поливочный водопровод, пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, за асфальтированные автомобильные проезды произведена обрезка кустарника. Сквер преобразился и сегодня является одним из самых популярных мест отдыха у гайчан всех возрастов. Благоустройство сквера на участке от Ленина до Молодежной станет логическим завершением преображением уголка, созданного в 60-е годы прошлого столетия. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования в школе номер 8 ГАЯ идет ремонт. Здесь появится центр образования цифрового и естественно-научного направленностей «Точка роста». К началу учебного года в школе номер 8 начнут функционировать современные кабинеты физики и химии. Кабинет биологии уже отремонтирован, в нем расставлена мебель. Сейчас педагоги проходят курсы повышения квалификации. С сентября для более 800 учеников школы появятся новые возможности в освоении общеобразовательных программ цифрового и естественно-научного технического профиля. Кроме того, центр «Точка роста» – это прекрасная возможность для развития проектной деятельности детей, для самореализации учащихся и учителей. На Орском шоссе в Гае идет ремонт. Сейчас там укладывают основания дороги на участке с 28 по 29 километра и нижний слой с 37 по 48 километра. Напомним, шоссе ремонтируют специалисты Гайского дорожного управления Оренбург-Кремдольстроя по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Закончить работы они должны до конца 2023 года. Предстоит замена дорожного покрытия, устройство тротуара с ограждением, установка бордюров, освещение, новых дорожных знаков и организация пешеходных переходов, в том числе на кольце при переходе к путепроводам. Кроме того, должны быть установлены светофоры. Всего предстоит отремонтировать 4,7 километра от пересечения с проспектом Победы до поворота на Камейкино. Стоимость работ составляет порядка 600 миллионов рублей. На портале госзакупок прошли торги на капитальный ремонт теплотрассы в районе улицы Декабристов-Гайен. На электронный аукцион были выставлены два лота – труба диаметром 219 и труба диаметром 325 миллиметров. На эти два объекта заказчик, то есть МУП ЖКХ ГАЭ готов выделить 3 миллиона 367 тысяч 188 рублей 91 копейку и 4 миллиона 808 тысяч 614 рублей 68 копеек соответственно. Сроки окончания работ в документах закупки не обозначены. В ГАЭ будет капитально отремонтирована городская больница. На портале госзакупок прошли электронные торги на разработку проектно-сметной документации. Начальная цена, обозначенная заказчиком – 2 миллиона рублей. На аукцион было подано 5 заявок. Победителем торгов стала общество с ограниченной ответственностью «Южуралпроект». Окончание работ, обозначенное в закупке – 31 октября 2023 года. В этом году в клубе досуга села «Уральск» большие перемены. Уже отремонтированы кровля и входная группа в здание. Сейчас ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций. В здание завели воду, ведутся работы по благоустройству канализации. Так что в клубе будет и вода, и санузел. И это, конечно, большой плюс для работников культуры и посетителей. На следующий год по программе «Инициативное бюджетирование» в клубе планируется ремонт внутренних помещений. На улице Спортивной начались работы по благоустройству. Скоро здесь появится тротуар. Как нам стало известно, после того, как будут уложены дорожки для пешеходов, на участке будут высажены цветы и деревья. Прошли торги на обслуживание скотомогильников, расположенных на территории Гайского городского округа. Речь идет о пяти официальных объектах. В районе сел Калпакска, Узимбаева, Хмелевка, поселка Ереклинский, деревня Ишкинина. Подрядчик должен будет следить за состоянием захоронений, косить траву, убирать мусор, дезинфицировать территорию, ремонтировать забор. Начальная цена лота, обозначенная на портале госзакупок, 402 456 рублей. Правда, исполнитель, который выиграл торги, будет обслуживать скотомогильники за меньшую сумму – 350 тысяч рублей. Срок оказания услуги с момента подписания муниципального контракта до 31 декабря 2023 года включительно. В рамках операции «Безопасное лето» инспекторы по делам несовершеннолетних провели рейд по водоемам Гайского городского округа, а именно по прудам для полива садов по улицам Советской и Оренбургской. Полицейские провели разъяснительную работу и дети, которые отдыхали там без взрослых, быстро покинули берега. Родители будут привлечены к административной ответственности. В ходе рейда выявлено шесть подобных нарушений. По всем фактам составлены административные материалы. Принимаются заявки на конкурс «Цвети и хороши» и «Наш Гайский округ». Он проводится по двум номинациям – «Двор образцового содержания» и «Лучшая организация по благоустройству». Принять участие в конкурсе могут все жители, предприятия, организации и учреждения Гайского городского округа. Заявки на конкурс принимаются до 26 июля. К заявке нужно приложить 6-8 фотографий территорий. Документы необходимо отнести в администрацию Гайского городского округа. В Гае прошли спортивные соревнования, семейные команды. Мероприятие, организованное местным отделением российского движения детей и молодежи «Движение первых», совместно со спорткомитетом и отделом по делам молодежи, прошло на футбольном поле «Фок-Горняк». В нем приняли участие семь команд по 10 человек. Сами соревнования состояли из разминки и эстафеты, в которой каждый участник прыгал на фитболе, скакал через ней раскакалку и бегал. В итоге без награды не осталась ни одна команда. Награждение прошло в двух номинациях – младшие и старшие. На первом месте – команда «Монолит» и «Нон-стоп», на втором – «Семья» и «Ромашки», на третьем – «Звезды» и «Динамит». Абсолютным победителем признана команда «Молодежь на горизонте». Все получили дипломы, медали и подарки от спонсоров. В городском выставочном зале Гая открылась фотовыставка, посвященная Дню Металлурга. На ней представлены снимки пяти работников и ветеранов обогатительного комбината. Металлурги, несмотря на суровую профессию, запечатлели красоту природы, человека, эмоции и мгновения. Выставка будет работать в течение месяца. Только 19 и 20 июля. Город Гай, ДК Горняков. Ярмарка «Рыба Камчатки». Дальневосточные рыбопродукты свежего улова, холодного и горячего копчения. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше интересных новостей опубликованы на сайте гай.рф. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»